Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о мифах, которые существуют вокруг медитации и, возможно, устанавливают вас от того, чтобы начать медитировать и получать все преимущества, которые несет в себе медитация. Меня, по крайней мере, не останавливали. Я несколько раз пыталась начать медитировать, но у меня всегда было такое ощущение, что я делаю что-то не так, и вообще это все не для меня, и в итоге медитация не задерживалась в моей жизни. В итоге где-то 7 месяцев назад я решила вновь начать медитировать и подошла к вопросу уже более серьезно, прочла разные статьи, прослушала интервью о преимуществах медитации и поняла, что ничто не должно меня останавливать от того, чтобы тоже начать получать все эти преимущества. Кстати, у меня на канале есть отдельное видео о преимуществах медитации, если вы его еще не видели, советую посмотреть. В итоге я решила понять, что же я делаю не так, и оказалось, что я скорее думаю не так. У меня был в голове некий образ медитации, такая картинка из фильма, я хотела войти в эту картинку и начать получать все преимущества. В итоге этого не случалось, на удивление, и я прекращала медитировать. Вместо того, чтобы сосредоточиться не на каком-то образе и картинке, а сосредоточиться именно на своем внутреннем состоянии, на своем собственном прогрессе. Поэтому сразу хочу сказать, что медитация, она индивидуальна. И далее я расскажу о мифах, которые существуют вокруг медитации. Некоторые из них останавливали меня, некоторые, возможно, останавливают вас. Я хочу их развеять, чтобы ни меня, ни вас больше ничто не останавливало от того, чтобы медитация была в нашей жизни и приносила нам преимущества. Итак, первый миф заключается в том, что необходимо достичь состояния чистого разума, то есть избавиться от всех наших мыслей. На самом же деле мы не можем полностью контролировать наши мысли, они приходят и уходят. Но что мы можем сделать, это учиться понимать, сколько мы хотим уделить им внимания и как мы хотим реагировать на наши мысли. Во время медитации не нужно стараться избавиться от мыслей. Во время медитации мы, наоборот, учимся лучше понимать себя, как реагировать на наше мышление, сколько внимания мы хотим уделить тем или иным мыслям, что мы хотим отпустить, а над чем мы хотим более глубоко работать. и также понимать, какие эмоции вызывают эти мысли. И это уже помогает нам в дальнейшем в жизни более правильно на что-то реагировать, быть более конструктивными и больше полагаться на свое мышление, нежели чем на эмоции. Второй миф заключается в том, что нам нужна, значит, красивая такая гора с видом на красивый город и еще желательно, чтобы мы были в красивых штанишках, в красивой такой маечке. Но на самом деле, конечно же, у медитации нет никакого дресс-кода, можно хоть в трениках, хоть в чем угодно. Главное, чтобы вам было удобно сидеть или лежать, вы могли сосредоточиться на себе. И вот эти картинки красивые из фильмов, из интернета, где люди на фоне заката сидят очень здорово в позе лотоса, это, конечно, прекрасно. Но мы прекрасно понимаем, что это не история каждого дня, поскольку медитация, она про внутреннюю работу. Естественно, нам просто должно быть комфортно, удобно. Мы должны сосредотачиваться на себе. И если у вас получается, например, где-то в отпуске или есть возможность иметь такой вид для медитации, это очень круто, но это совершенно не обязательно. Следующий миф заключается в том, что многие считают, для того, чтобы начать получать преимущество от медитации, ее нужно практиковать часами и много лет. Хотя на самом деле преимущество от медитации можно начать получать уже после первых нескольких практик. Вы можете заметить, что становитесь спокойнее, ваши реакции становятся намного более конструктивными, что у вас улучшилось качество сна. То есть преимущества приходят в нашу жизнь достаточно быстро. Главное их замечать и замечать именно то, что происходит с вами, а не то, что вы ожидаете должно произойти от того, что вы начали медитировать. Следующий миф заключается в том, что некоторые считают, что нужно быть религиозными для того, чтобы практиковать медитацию. Я думаю, что это исходит из того, что человек думает, как на меня может что-то снизойти во время медитации, если я в это что-то не верю. И развеивается это следующим образом, на вас не должно ничего снизойти. Медитация — это внутренняя работа с собой. Поэтому, если вы с собой работаете, вы сами себе этот источник снисхождения. Поэтому не нужно ничего ниоткуда ждать. Вы сами себе лучший друг, и медитация вам помогает понять, что вы для себя хотите. Следующий миф заключается в том, что многие считают, что нужно сидеть неподвижно два часа, и это неудобно, и у меня не получится, я не смогу, как так можно сидеть? На самом деле, это меня тоже очень сильно останавливало, потому что сидеть вот в этой ровной позе, это достаточно, правда, неудобно, особенно продолжительное количество времени, и вместо того, чтобы концентрироваться в своем внутреннем состоянии, все, о чем ты думаешь, это, господи, как бы мне подвинуться, повернуться, и вообще лечь. И ответ прост, можно лечь, можно сидеть, можно лежать, медитировать можно в любой комфортной для вас позе, потому что еще раз повторюсь, что это не про внешнюю картинку, это про ваше внутреннее состояние. Я в этот раз начинала с того, что я начала медитировать лежа, и, о боже, как это прекрасно! А потом я даже купила себе подушку для медитации, чтобы мне стало удобно сидеть, и сидеть я начала, когда я именно почувствовала, что я хочу сидеть, мне тело дало это понять, но поскольку сидеть на жестком полу неудобно, я нашла выход, купила подушку для медитации, стало суперудобно, и именно когда ваше тело находится в комфортном состоянии, естественно, вы можете себе позволить уже сосредоточиться на всех остальных процессах, которые с вами происходят. Точно так же во время медитации можно двигаться, потому что во время медитации вы работаете с напряжением, которое есть внутри вас, и желание тела потянуться как-то, сделать какое-то движение, это его желание выпустить скопившееся напряжение или стресс, поэтому если вы куда-то потянетесь, поменяете свое положение, это совершенно нормально, вы помогаете своему телу отпустить скопившееся напряжение, и в этом нет ничего неправильного. Следующий миф заключается в том, что мы можем думать, что медитация занимает очень много времени, что, например, нужно каждый день медитировать по два часа. Это полная фигня. Медитировать можно 10-15 минут. Все зависит от того, сколько у вас есть времени и желания. Даже 5 минут будут не лишними. То есть если вы начинаете медитировать с негативным настроем на медитацию, что мне сейчас сидеть в неудобной для меня позе 2 часа, естественно, никакие положительные преимущества вы не получите, потому что все это время вы будете сосредоточены на том, когда это мучение закончится. И это не подход к медитации. Лучше уделять ей меньше времени, но больше внимания, точнее, уделять себе больше внимания, нежели чем просто выжидать, когда это закончится, и когда же на меня не зайдет все то, что мне там обещает какая-нибудь статья. Нет. То есть преимущества не придут от того, что вы просидели 3 часа неподвижно в одной позе. Преимущества придут от того, сколько вы внимания действительно уделили на работу с собой. И следующий миф заключается в том, что многие думают, что есть только один способ медитировать, например, сидеть в позе лотоса, неподвижно, в тишине, и все. Но нет, в медитации существует несколько видов, есть визуализация, где вы представляете себя в каком-то месте и, например, прорабатываете какое-то свое внутреннее состояние. Есть медитации, где ментор ведет ваше сознание, где вам намного легче следовать за своим мышлением, потому что ментор возвращает вас в настоящий момент. Есть медитация в движении, например, практика йоги, когда вы в движении сосредотачиваетесь на себе, есть мантровые медитации, где вы сосредотачиваетесь на каком-то повторяющемся звуке, то есть не нужно заставлять себя медитировать каким-то определенным образом, можно попробовать разные способы, понять, какой подходит вам больше всего, и какое-то определенное время придерживаться его, потом, может быть, попробовать другие способы еще раз, и понять, как вы на них реагируете, как вам это подходит, и таким способом разнообразить свою практику, тем самым разнообразить преимущества, которые вы получаете, то есть не нужно никогда зацикливаться на чем-то одном, и даже если вам это не подошло год назад, не факт, что это вам не подойдет сейчас, поэтому всегда нужно пробовать что-то новое, иногда возвращаться к чему-то старому, и самое главное просто понимать, как вы на это реагируете, что вы от этого получаете, сосредотачивайтесь на себе, это очень важно. Следующий миф, это тяжело, я делаю все неправильно, он часто встречается в начале медитативного пути, так было со мной, вот это просто ощущение того, что я делаю что-то неправильно, что у меня не получается, именно для этого нужно разобраться вообще в принципе с тем, что вы хотите получить от медитации, как вы это хотите сделать и что вы для этого делаете, потому что если у вас такая же ситуация, как была например у меня, я хотела зайти в какую-то готовую картинку и получать все преимущества, ничего не делая, просто сев и посидев, я ждала, что сейчас случится чудо, нет, оказалось, надо работать с собой, поэтому да, просто подумайте о том, как вы вообще видите медитацию и готовы ли вы что-то делать со своим мышлением, работать со своими мыслями, пробовать разные пути медитации, то есть медитировать неправильно, это не медитировать, а уже находясь в каком-то процессе работы со своим мышлением, я уверена, вы получите преимущество. и последний миф о медитации, медитация только для тех, у кого стресс, мы вообще любим подождать, пока с нами что-то случится, чтобы начать что-то делать, пока что-нибудь заболит, пока мы не наберем лишних килограмм, пока там протертость не порвется до конца, чтобы ее зашить, с медитацией также не нужно ждать, пока у вас случится состояние стресса, то есть медитация во-первых помогает бороться не только со стрессом, она в принципе помогает нам становиться в жизни более осознанными, более уравновешенными, естественно, это помогает в принципе предотвратить то, что мы можем оказаться в состоянии стресса, и это уже прекрасно, поэтому медитация приносит множество преимуществ на разных этапах нашей жизни, вне зависимости от того, в каком мы внутреннем состоянии сейчас находимся, в положительном или негативном, то есть если вы в положительном состоянии, вы счастливы, это не значит, что медитация будет чем-то лишним для вас, и что она не принесет какие-то определенные преимущества в вашу жизнь. Спасибо большое, что посмотрели это видео, еще раз напоминаю, если вы не видели видео о преимуществах медитации, переходите на мой канал, смотрите, желаю вам быть здоровыми и счастливыми, и не ждать, пока что-то заболит, чтобы что-то начать делать.